приветствую вас командиры вы на канале battleship сегодня я познакомлю вас с лучшими кораблями для рангов на четвертом уровне в каждом боевом режиме корабли начинают раскрываться по-новому если стандартном бою американский эсминец механ особо не решает и не популярен кто недавно новом режиме который был феврале под названием выживания американец был очень популярны и очень многие играли на нем потому что непосредственно в этом режиме он был очень эффективен так и с нашими рангами нужно подбирать корабли которые будут максимально эффективны напоминаю что нас ждет ближайшее время два новых ранговых сезона которые пройдут с 12 по 15 марта уровень кораблей 4 из 19 по 22 марта уровень кораблей 5 так вот те корабли которые я сейчас назову будут максимально эффективны под те правила рангов которые сейчас есть в основном здесь будет большой акцент на эсминцы потому что в большей части этого режима именно они и вносят большой вклад в итоговую победу команды а крейсера и линкоры здесь нужно для поддержки эсминца потому что если ваша команда лишится эсминца то шансы на проигрыш сразу увеличивается крейсера в этом режиме крайне неэффективны так как они практически ничего не могут противопоставить линкором и вторые их большинстве случаев уничтожают без особых проблем но парочку крейсеров я все-таки внесу как более-менее полезны ну что ж начнем наш небольшой но полезный и по информации выпуск начнем с класса который больше всего влияет на победу и это эсминцы в этом режиме роль тачерских эсминцев берут на себя японские эсминцы а именно миникадзе муцуки и всеми наш любимый имбовы камикадзе последний как раз лучше всего справляется со своей задачей хорошая маскировка плюс эффективные торпеды вы будете пересвечивать все эсминцы других наций а это означает что если команда у вас адекватно то вы быстро уберете вражеский эсминец крейсера в рангах на четвертом уровне практически бесполезный класс и поэтому выделить действительно что-то полезное я не могу все абсолютно одинаковые но немножко выделил бы американцев амаху и его премиум версию марбл хэд удобное расположение орудий и быстрая перезарядка помогает вести огонь под выгодными углами так что вот на них можно еще попробовать поиграть ну и закончим мы естественно линкорами и здесь уже есть пару кораблей которые выделяются эффективностью среди своих братьев к сожалению все эти три линкора премиум варианта но как говорится совпадение не думаю а именно итальянец жулио сезаре американец техас и советский линкор николай 1 эти линкоры показывают себя эффективнее чем все прокачиваемые линкоры на четвертом уровне но хотелось бы отметить что по сути на четвертом уровне все линкоры плюс минус равны но три линкоры которые я назвал действительно выделяется из серой прокачиваемой ветки уж поверьте вот и подходит этот небольшой выпуск концу если вам понравилось данное видео то обязательно прожмите лайк и напишите свой комментарий если я увижу что вам понравился такой формат то я сделаю подобное видео к 11 сезону рангов но уже про корабли 5 уровня на связи был канал battleship удачного вам 10 сезона рангов друзья и увидимся в морских сражениях